Как же убедиться, что Бог действительно есть, и преодолеть первые сомнения, из трех главных сомнений на духовном пути? Насколько я понимаю, эти три главных сомнения на духовном пути, это первое, то, что Бог есть, второе, то, что Ему есть для меня какое-то дело, и третье, что я смогу его достичь, да? В общем. Так, на самом деле, для того, чтобы убедиться, что Бог есть, в принципе, многого не требуется. Для этого достаточно иметь открытые глаза, открытые уши и открытый разум. Тут даже еще о сердце не идет речь, потому что все то, что окружает нас, весь мир, и микромир, и макромир, и мы посередине, является неотразимым, неопровержимым свидетельством того, что есть высший разум, который все это создал. Поэтому, скорее, сложно понять, как же убедиться в том, что Бога нет. Есть люди, которые в этом очень глубоко убеждены, и я не знаю, на чем основаны их убеждения. Более того, многие ученые, которые следуют этот мир и официально представляют себя как, если не атеисты, то, по крайней мере, а гностики, как правило, особенно на конце своего жизненного пути, признаются в том, что есть высший разум, и с этим фактом невозможно ничего поделать. На самом деле, единственные атеисты, более-менее последовательные среди людей, это философы, потому что они как раз создают свой собственный мир, в который они сами решают, кого пускать и кого нет, и Бога они, как правило, не пускают. Все же остальные ученые, которые следуют этот мир, непосредственно имеют непосредственное дело с реальностью, в отличие от философов. Среди них атеистов, как правило, меньше. Особенно их мало среди астрофизиков, как они говорят, потому что когда они изучают этот окружающий мир, где мы, эта крошечная песчинка, прилепленная к другой песчинке, в этой огромной, бездонной, бесконечной вселенной, устроенной совершенным образом, они понимают, что здесь кто-то есть. И на всякий случай ведут себя с этим кем-то очень уважительно. Так, по крайней мере, я читал из-за воспоминаний о своей научной работе нескольких известных ученых-астрофизиков. Поэтому я бы не согласился с вами, что это так уж сложно, как убедиться в том, что он есть. Он есть. Другое дело, что гораздо сложнее убедиться, что мы ему нужны. Потому что Бог, который занимается творением этого мира, и, как мы сказали, макро-мира и микро-мира в обе стороны бесконечно сложно. Он, наверное, увлечен этим творением, и ему точно до нас нет никакого дела. И процесс Бхакти-йоги, в чем его совершенство и в чем его высшее положение, в том, что процесс Бхакти-йоги позволяет нам непосредственно убедиться в том, что не то, что Бог есть, а в том, что он личность, личность бесконечно привлекательная. Личность, которая со всем его совершенством, со всем его всезнанием, со всем его всемогуществом, при этом почему-то заинтересована в том, чтобы были так же мы, и чтобы у нас все было хорошо. Он лучший друг всех живых существ, как он сам об этом говорит в Бхагавадгите. Я повелитель всех планет, говорит он. Я управляю всеми законами. И эти два качества обычно то, что люди подразумевают под Богом. Но потом Кришна добавляет, и я также лучший друг всех живых существ. И когда он добавляет это третье качество, то сразу картина меняется. Из этого вселенского разума или диктатора, или грозного суди, Бог превращается в самого лучшего и самого важного друга. Потому что если у вас есть друг, который может все, и при этом ваш друг, это он ваш друг, то это корни меняет картина вашего мира. Вот так в Бхакти-йога описывает Бога. И очень красивые аналогии в самом Бхагаватам приводятся на этот счет. Если Бога сравнить, ну, например, с молоком, такой аналогии приводит Бхагаватам, то различные пути познания Бога сравниваются с различными чувствами, которые воспринимает это молоко. Можно смотреть на молоко глазами, и оно предстанет перед нами как что-то жидкое и белое. Можно смотреть, слушать о молоке, или слушать, как оно льется или выкипает. Мы поймем, что оно жидкость, или можно и слышать имя, название молоко, которое также на многих языках мира, как и название дней недели, звучат очень похоже. Молоко. Я знаю, что Каруна Чандра, правда, недавно выложил статью, в которой он сравнивал дни недели, название дней недели в разных языках, на разных языках мира, и показал, насколько они все очень похожи звучат. Также с молоком. То есть можно узнать, что молоко по-английски звучит как milk, на русском – молоко, на английском – на химби – дудх, и на санскрите – пайс. Может быть, не так похоже, как хотелось бы. Также можно прикоснуться к нему и узнать, какой он на ощупь – холодный или горячий. И затем можно понюхать его. И все эти четыре органа чувств составят какое-то представление об этом объекте. Но самое важное чувство, с помощью которого мы можем понять молоко таким, какое оно есть, – это попробовать его на вкус. И это восприятие молока на вкус сразу отделяет его от всех других белых, жидких, холодных или горячих, и даже пахнущих, как молоко жидкости. И, как вы знаете, сейчас очень много подделок есть на рынке молочных продуктов. Даже если это молоком называют. Но если это на вкус похоже на молоко, то да, это молоко. И точно так же Бог. Мы можем воспринимать его с помощью разума, и тогда Он предстанет перед нами как некий вселенский разум, превосходящий наш. Можно пытаться понимать его медитацией, и тогда Бог представляет как некий вселенский, вселенская справедливость или сила, которая объединяет всю Вселенную, в единый целостный организм, вселенская душа. Есть люди, которые подходят к Богу как поставщику услуг, с которым есть определенные торговые отношения. Ты заключаешь контракт, подписываешь, внимательно читаешь все пункты контракта, это соглашение, ставишь подпись, и тогда что-то делаешь, и Он в ответ тебе делает что-то со своей стороны. Но если мы подходим к Богу с точки зрения любви, Бхакти, это наука называется Бхакти, тогда Бог открывается перед нами, так же как молоко на вкус, Он открывается перед нами как совершенная Личность, которая может удовлетворить все наши чаяния, во всех отношениях, чаяния интеллектуальные, умственные, эмоциональные, социальные, философские, но самое главное чаяния духовные. Потребность любить и быть любимым полностью может удовлетворить только Бог. И причиной для этого является тот факт, что мы изначально были с Ним. И ничто другое, никакие другие отношения нас в принципе удовлетворить не могут. Так же как человек, который жил всю свою жизнь, детство и юношество в роскошных условиях в доме своего отца-миллиардера, и потом по тем или иным причинам оказался на улице, то ничто, что на улице он может получить, и чем может быть довольствуются люди, которые привыкли жить на улице, его не удовлетворить, пока он не вернется обратно туда, где он жил изначально. У нас слишком высокие запросы, дорогие участники нашего эфира, и никто из этих запросов мы испорчены нашим изначальным принадлежностью к духовному миру, отношениями с Богом. Поэтому никто другой и ничто другое нас в принципе удовлетворить не может. Поэтому Бхак-Си-Йога позволяет нам эти отношения вспомнить. Почему Шива Плупада говорил о том, что эта практика так естественна? Потому что, в отличие от других трудных практик, когда нам нужно себя убедить в каких-то философских истинах или в каких-то логических выводах, законах, или в целесообразности. Подходить к служению Богу в духовной жизни из понятия целесообразности, то есть личной выгоды для себя, это самая нецелесообразная вещь. Так же, как в отношениях супружеских, если кто-то из вас, я подозреваю многие, или большинство из вас женаты или замужем, то подходить к отношениям между супругами в семье с точки зрения целесообразности, это самый лучший способ использовать отношения, даже их не начал. В этих отношениях нужно настраиваться на другой принцип, на то, что ты отдал, это твое, включая получку. То же самое и с Богом, мы учимся любить, но Бог, поскольку... Здесь есть второй вопрос, если позволите, короначандр и прыгут, я перейду ко второму вопросу, который очень тесно связан с первым. Вопрос, почему мы существуем как частички энергии Бога, зачем мы, может, самодостаточен? Вы уже отвечаете на этот вопрос самим вопросом, потому что именно с самодостаточными личностями и можно иметь отношение любви. С личностями, которые не самодостаточны, которые в чем-то зависят от вас или нуждаются в чем-то от вас, отношение любви построить невозможно. Любовь, возможно, только с совершенно свободными от вас людьми. то есть теми, та или тот, кто мог бы быть совершенно счастлив без вас, но выбрал вас. Вот это любовь. Если вас любят ни за что, ни за то, что у вас есть, ни за то, что вы можете дать, ни за то, что вы из себя представляете, а то, что вы есть. И любят вас для того, чтобы вы были счастливы. Поэтому только самодостаточная личность это достойный объект любви, и только самодостаточная личность может любить по-настоящему. Все остальное не в размер любви, но до любви не дотягивается. Это те или иные замаскированные формы эгоизма. Именно. Поэтому вы спрашиваете, зачем мы существуем как частицы Бога, зачем мы ему? Он же самодостаточный. Поскольку он самодостаточен, он любит. И даже, как один мой друг, дорогой, Вацлав Прагу сказал очень метко, он любит любить. Ему нравится любить, и вы ничего с этим не можете поделать. Единственное, что вы можете поделать, принимать любовь или нет, но даже в том случае, когда вы не принимаете ее, он остается любящим, и просто смиренно ждет, когда вы отпадите ему, вернете ему эту любовь в форме взаимности. И при этом не ставит условия вашу взаимность для его любви к вам. Поэтому, для чего мы нужны как частицы Бога? Если бы мы нужны были для чего-то ему, потому что у него не хватает рабов в духовном мире, или не хватает кого-то, кто бы здесь в материальном мире ему молился и чувствовал свою рабскую зависимость от него, такой Бог не был бы достоин любви. Он не был бы ничуть не лучше дьявола, которому люди как раз нужны для того, чтобы он мог удовлетворять с помощью них свои собственные желания. На самом деле в нашей философии нет места для дьявола. Оно занято. Есть мы с нашими материальными желаниями. Есть материальный мир вокруг нас, который может казаться иногда исчадием зла, но на самом деле это лишь отражение зеркала, в которое мы заглядываемся. Зеркало вселенских масштабов. Если кто-то из вас когда-нибудь использовался такими параболическими зеркалами, есть в косметических кабинетах или в некоторых домах зеркала, которые усилив увеличивают недостатки лица, чтобы они были лучше видны. Вы приближаете свой нос к этому зеркалу и видите прыщ или что-то еще там на нем. Другим это незаметно, но в этом зеркале заметно. Так вот вселенная это такая большая параболическая, она уже вогнутая, круглая вселенная. Зеркало, которое отражает нашу природу, нашу внутреннюю природу. И отражением этого внутри внутренней природы является закон кармы, который как зеркало показывает нам то, что мы делали с другими людьми. И вселенная вращается, движимая нашим отношением к другим, так, чтобы в каждый момент времени приносить каждому и каждому из нас то, что мы делаем другим. То, что мы испытываем на себе, мы доставляли раньше другим людям. И можем винить в этом только себя самих. Так вот, зачем же мы существуем как частицы энергии Бога? Зачем мы его? Низачем. Он хочет, что мы были, Он хочет, что мы были вечны или вечными, Он хочет, что мы были полностью свободны. и Он хочет, что мы были счастливы нашей свободы, нашим сознанием. Если вы мне сможете дать более лучшее определение любви в форме трех видов отношений к вам, человек, который действует так, чтобы вы всегда были, поддерживает ваше существование, который всегда предоставляет вам полную свободу, но сам действует так, чтобы вы не выбрали, чтобы вы получали максимально возможное счастье. ничего не требует взамен. Единственное, что ему нужно от вас в качестве взаимности, это чтобы вы были счастливы. Он вашим счастьем живет. И поэтому Бхакти учит нас тому же самому подношению к Богу научиться любить Его и жить Его счастьем. Это гораздо более выгодное вложение нашего счастья, чем вкладывать его в свои собственные куцы и очень неприспособленные для счастья чувства. Гораздо лучше вложить их, знаете, как опытные инвесторы вкладывают в свои средства, какие-то небольшие или большие средства, в какие-то надежные предприятия с тем расчетом, что если ты вложишь их правильно, тогда эти средства вернутся с дивидендами. И у нас у всех одно есть вложение. На самом деле нет никаких других вложений, кроме этого. Это наше счастье, вернее, надежда на счастье. Когда мы вкладываем их в те или другие объекты, которые потом уже называются деньги, деньгами или акциями, или отношениями, или властью, положением, влиянием, чем угодно, назовите любой объект этого мира, который окажется ценным, каналы на Инстаграме. Это вложение мы делаем для того, чтобы в конце концов получить от этого счастье. Так вот, Бхакти учит нас в том, что самое лучшее вложение это вложить в счастье Бога, потому что оно бесконечно. И вы получите, как рассказывал Шилпупад анекдот про человека, который сидел, как это был анекдот, он деньги бросал, он ходил по рынку и бросал деньги в кучу других денег. И у него спросили, что ты делаешь? Он говорит, мне сказали, что деньги притягивают деньги, вот я их бросаю, чтобы они притянули. И человек, который, в чьи деньги он бросил свою монету, сказал, ну вот так и есть, просто мои деньги притянули твои, теперь они у меня. То же самое делает Кришна. Его счастье притягивает наше. Для чего мы нужны Ему? Чтобы жить нашим счастьем. Вот для чего. И никакой другой причины для этого нет.